В тот день я опозорился на всю страну. Я стал известен как разратный журналист, который следит за школьницами и пытается посадить их в тюрьму, чтобы продвинуться по карьерной лестнице. Я стал замечать отвращение в глазах тех, кто смотрел на меня. Мой дом и машина подвергались вандализму каждый день на протяжении нескольких недель. Стоит ли говорить, что я вообще никогда бы не смог работать журналистом? Департамент полиции, арестовавший девчонку, также подвергался национальной критике. Их обзывали некомпетентными идиотами, которые могут арестовать любого без должного основания. С тех пор полиция в городе в попытках восстановить свою репутацию стала крайне снисходительной и отказывалась приближаться к местной старшей школе разве что на совсем непродолжительное время. Но худшее, что мне предстояло испытать, исходило не от СМИ или общества. Сразу же после слушания я пытался избежать прессы, прячась в аллее позади здания суда. И только один человек нашел меня там. Это был не журналист и не репортер. Это была девчонка, которую только что признали невиновной. И я никогда не забуду выражение ее лица в тот момент. Она улыбалась. И ее глаза были пустыми, чистыми, бездушными, как глаза куклы. Она выглядела так, будто во всем ее теле не осталось ни капли человечности. И с этой улыбкой на лице она сказала мне, «Можно очень легко сделать так, чтобы твоя смерть выглядела как самоубийство. Больше никогда не связывайся со мной». Затем она ушла, не проронив ни слова. Я жил как в аду уже около года, а судебное разбирательство все еще оставалось в памяти у людей. Со временем ненависть начала угасать, но не исчезла. Всегда находились те, кто узнавал меня, несмотря на все мои попытки изменить внешность. Найти работу было почти невозможно. Я занимался временными работами, а все свободное время пытался напиться, чтобы хоть как-то облегчить боль. Примерно в это время я и встретил свою будущую жену. До сих пор не могу понять, что она нашла во мне. Я был уже полный развалины, не упоминая уже о посмешище для всей страны. Но с тех пор, как мы встретились, она хотела проводить со мной все свое время. Она не выпускала меня из виду и ревновала от одних лишь взглядов других женщин на меня. Я быстро стал во всем полагаться на нее. Вскоре я уже не представлял свою жизнь без нее. Я был не в состоянии позаботиться даже о самом себе. Я был похож на взрослого ребенка, жалкого и беспомощного. Кто знает, может, именно это и привлекло ее. Может быть, она просто хотела узнать, каково это владеть человеком. Может быть, она хотела себе питомца человека. Может быть, ей нужен был кто-то, от кого она могла бы эмоционально зависеть. Даже спустя столько лет я не могу понять, зачем кому-то вообще тратить свое время на меня. Но не это главное. Несмотря на все мои изъяны, она приняла меня. И это все, что мне было нужно. Мы поженились примерно через шесть месяцев после того, как впервые встретились. Моя жена погибла во время родов нашего единственного ребенка. Я до сих пор не понимаю, как вообще нашел силы жить дальше после ее потери. Я полностью зависел от нее, абсолютно во всем. Я едва сводил концы с концами, не говоря о ребенке. Но как-то мне удавалось прожить все эти годы. Но даже спустя столько времени я до сих пор бедняк и пьяница, который не может найти себе работу. Мне было очень непросто полюбить свою маленькую дочку, зная, что моя жена погибла из-за нее. Уверен, я был ужасным отцом. Можно сказать, она растила себя саму. Я даже не пытался проводить с ней время, узнать о ее интересах. Даже сейчас я мало что о ней знаю. Я даже не знаю, кем она выросла. Я даже не знаю, как протекает ее жизнь. Я знаю, что все свое время она проводит за компьютером, который сама и купила. Кажется, у нее довольно много денег для подростка ее возраста. Я боюсь спрашивать, откуда она берет их. Иногда она возвращается домой с кровью на одежде. Не могу сказать, ее ли это кровь или чья-то еще. Я просто пытаюсь не лезть к ней. Частично, чтобы не лезть в ее личную жизнь. Но в основном из-за страха. Субтитры сделал DimaTorzok